Сложно представить, что 50 лет назад не было этих красно-белых труб, возвышающихся над городом, которые сегодня считаются символом Назарова. Ровно 50 лет назад, 9 ноября, был введен в эксплуатацию первый энергоблок Назаровской ГРЭС. Строительство станции началось в 1955 году. Предприятие строили вблизи крупных месторождений Каннско-Ачинских энергетических углей. Проектная мощность ГРЭС составляла 1400 мегаватт. На эти показатели станция так и не вышла. Установленная электрическая мощность станции – 1210 мегаватт. Но она и сегодня является одной из крупнейших тепловых электростанций Сибири. 1955 год. Тогда еще не было города Назарова. Была небольшая деревенька. Сюда поехала молодежь, чтобы возвести крупнейшую тепловую станцию, которая стала градообразующим предприятием. Старожила Назарова помнит это время. В городе немало людей, кто непосредственно принимал участие в строительстве станции и поселка Бор, который считается местом жительства энергетиков. Строительство новой тепловой электростанции началось в 1955 году. А в мае 1959 года решением ЦК ВЛКСМ она была объявлена всесоюзной, ударной, комсомольско-молодежной стройкой. Молодожены Платоновы приехали сюда в 1956 году по комсомольской путевке. 26-го, что ли, мы приехали, июня, 1-го июля мы вышли уже на работу. Приехали мы, нас встретили хорошо, нормально, привезли нас в палат городок. Было 9 палаток. Нас 6 семей ехало, молодоженов 6 человек. Остальные все комсомольцы, отряд был 156 человек. Нас привезли просто забор, там они, знаете, так хорошо сделали, палаточки поставили, сделали из деревянных досочек кухни, где стирать можно было, свет проведенный был. Вот нам, например, сделали. На 6 человек, каждому была отгороженная комнатка простынями. И две койточки, и две тумбочки стояло. Вот и все, что было у нас. Надо было до осени срочно выстроить какие-нибудь бараки и перевезти, чтобы уже к осени-то, чтобы где-то мы жили. Сразу после приезда молодожены были задействованы на возведении бараков. Параллельно строили станцию. Галина Ивановна 32 года проработала маляром. Из них 27 – бригадиром. До сих пор одним из ярких воспоминаний осталась работа на станции. Тогда еще первого года не было ничего. Сейчас, смотрите, они приходят, им же и подъемники ставят. А у нас ничего не было. Мы все вручную таскали. И звездку, и, допустим, и раствор штукатуры. Все вручную, все носилками, все вручную. Не было никаких подъемников. Потом уже начали современно все это строить. Крыскопульты. Вот одна качает, белит. Одна качает. А двое ей подтаскивают с первого этажа, излезкают в ведры. А потом все это надо вымыть, все выскобить. Потом только красить будешь. Работа была сложная. Трудились без выходных. Получали копейки. Но перед строителями стояла цель – построить мощное предприятие. И она была достигнута. Благодаря таким людям, как Галина Ивановна. Пуск первого энергоблока ждали с замиранием в сердце. В 1961 году был запущен первый блок. Начался монтаж второго. Многие из тех, кто был задействован на строительстве, после пришли работать на саму станцию. Василий Тарасенко приехал в Назарово и устроился сначала на энергопоезда. После пуска первого энергоблока пришла команда демонтировать энергопоезда. Тогда уже была связь с Ачинском и Красноярском. Василий Тарасенко решил не покидать Назарова и перейти на станцию. На Грессе я сразу машинистом ПЭНов. На каждую деталь был уже человек, который смотрел за этим всем. Все новое, оборудование новое, люди новые. Надо учиться, надо изучать. Через полгода стал уже помощником машиниста турбины. А машинистом стал уже в 1964 году. Пускали первый, пятый блок с монтажа. И вот на монтаж мы пришли, значит, Женя, то есть Миша Шелкунов, я пришел с этот Самойлов Володя, был с этим начальником ДИБом. Тогда были дежурные инженера блоков. Ну и все, и так работал в 1967 году, сдал на старшего машиниста и до пенсии оттрудился на Грессе уже старшим машинистом. И после выхода на пенсию Василий Иванович не бросил станцию. Работал на плотине, позже в рыбном хозяйстве. Признается, что работа в энергетике в крови. На его памяти запуск всех энергоблоков станции. Каждую дату он помнит до сих пор. И сегодня он интересуется судьбой родного предприятия. Вот с кем проработали на станции долго, они сейчас встречаешься как с родными. Я так вот понимаю, а другие не знаю как. Ну каждый по-своему, короче, это дело смотрит и расценивает. Василий Тарасенко передал свой опыт сыну. Он сейчас работает на станции на том же месте, где когда-то работал его отец. Я ему достал инструкции временные, которые были в самом начале. Записи своих, не черновики, а, как говорится, склерозницу. Это у меня переписана полностью турбина, что подетально. И фотографии сам делал с этих чертежей. Ну и так кое-что он спрашивает. Василий Тарасенко вспоминает времена, когда работал на станции с особым чувством. И сегодня он активно участвует в жизни станции. Правда, уже связан с работой с ветеранами и культурно-массовой деятельностью. Большинство из тех, кто когда-то пришел сюда работать, трудятся на станции до тех пор, пока позволяют силы и здоровье. Виталий Коломбет устроился на Назаровскую ГРЭС в 1966 году. Тогда уже были запущены 6 энергоблоков. Шел монтаж из 7-го. Мне не кажется, что я очень долго работаю здесь. Кажется, что это вчера было. Люди, правда, все, с которыми я начинал работать, все сменились. Уже нет тех людей, с которыми я начинал работать. Это были опытные, ну даже так. Это, на мой взгляд, тогда еще юнца были опытные люди. Уже такие, которые поработали здесь, что-то знали. Очень много я от них почерпнул. Но люди были не такие грамотные, как сейчас. Сейчас в основном работают персонал техническое и высшее техническое образование. Машинисты, обходчики в отделах, в цехах. А в то время машинисты, это бывшие трактористы, шофера, комбайнеры с окрестных деревень. Ну и приезжали с Иваново, после окончания Ивановского института, тогда же по направлениям работали. С Омска очень много тамичей. Люди, которые здесь работали, учились. Учились, вот, ну, наверное, процентов 90 закончили вот наш Назаровский техникум энергостроительный. Сегодня, как признается Виталий Коломбет, на станции более профессиональные кадры. Обновляется оборудование, а это заставляет коллектив идти в ногу со временем. Сегодняшняя ГРЭС, несомненно, отличается от той станции, которая была построена в 60-е годы. Произошло техническое перевооружение, сменились люди. Процесс стал более автоматизированным. Цех топливоподачи и пылеприготовления в этой технологической цепочке самый первый. Именно здесь принимают уголь разреза Назаровский. Для последующей доставки его в котлотурбинный цех. Здесь же расположен склад угля. Руководитель цеха Александр Павлюкович докладывает, что сбоев по поставкам угля не было. Топливо есть на станции постоянно. Во-первых, мы должны его принять соответствующего качества и по количеству. То есть поставщики поставляют нам уголь. Основным поставщиком является, конечно же, Назаровский разрез. То есть мы его принимаем по весу и принимаем по качеству. Качество оговаривается в договоре. Основные показатели качества – это влажность, зольность, калорийность. Далее производится подготовка топлива. Подготовка заключается в чем? То есть удаление инородных предметов из топлива, то, как металл, дерево и так далее, посторонние предметы. Затем, значит, мы его измельчаем. Топливо подаем в бункера, который сжиганит. Работа в этом цехе не менее ответственная, чем на других участках. Ведь от работы коллектива зависит, какого качества уголь поступит непосредственно в КТЦ. В цехе топливоподачи и пылеприготовления трудится 118 человек. На станции есть свой отдельный завод пылеприготовления. Он единственный в России. Завод готовит угольную пыль для 7-го энергоблока. Сердце Назаровской ГРЭС, как говорят сами работники, это котло-турбинный цех. Именно здесь происходит выработка электроэнергии. Сейчас в работе находятся 5 блоков. Один блок, второй в капитальном ремонте. Седьмой блок находится на реконструкции. В последние годы мы несем, скажем так, почти полную нагрузку. В резерве находится очень мало оборудования. Мы работаем практически на полную мощность. В котло-турбинном цехе работает 199 человек. Практически все имеют специальное образование. Это либо Назаровский энергостроительный техникум, либо Красноярский политехнический институт. График работы здесь посменный, так как оборудование работает круглосуточно. Идет постоянная выработка электроэнергии. Блочные щиты управления, глаза и уши оперативного персонала. У меня в обслуживании два энергоблока, первый и второй. Также в подчинении два машиниста, обходчик котельного, турбинного и взорщик. Следим за работой, поддерживаем параметры, заданные по графику. Общестанционное, также оборудование обслуживаем. Котло-турбинный цех – один из основных на станции. Но его работа невозможна без других цехов. Четкая согласованность действий всего коллектива, каждого цеха и подразделения является основой качественной работы на протяжении всей 50-летней истории. У каждого структурного подразделения свои задачи, но все они работают на общий результат. Химический цех. Качеству воды в основном энергетическом цикле предъявляются высокие требования. Подготовка обессоленной воды для подпитки котлов, химически очищенной воды для тепловых сетей, осуществление химического контроля качества воды, пара, топлива, газа, масел – главные задачи химического цеха. В основном в цехе работают женщины. В коллективе 54 человека. И большая часть из них, 28 человек, имеют звание ветеран Назаровской ГРЭС. Контроль в химолабораториях ведут высококвалифицированные, опытные люди. Именно от работы химического цеха зависит долговечность работы нашего тепломеханического оборудования. Мы готовим воду отличного качества, обессоленную воду, которыми подпитываем котлы. И, конечно, за нами контроль. То есть вовремя обнаружить нарушения очень важно для работы теплоэнергетического оборудования, чем и занимается наш сменный персонал. Начальник Центральной химической лаборатории Надежда Скороходова рассказывает о проводимых анализах. Для нее это привычное дело. Свою работу она знает на отлично. Рассказывает о ней студентам, которые приходят на станцию на экскурсию. На каждом рабочем месте проводятся свои анализы. В этой лаборатории проводится контроль топлива по показанию калорийности. Это очень важный показатель для топлива. Новая у нас калориметрическая установка. Это практически экспресс-анализ. Анализ выполняется за 20 минут. В весовой комнате проверяют влажность и зольность топлива. Уголь поступает на станцию постоянно, поэтому пробы проводятся круглые сутки. Современное энергетическое производство невозможно без работы приборов автоматики контроля измерений. Энергетики любят точность во всем. Обеспечение необходимого объема управления и защита тепломеханического оборудования, содержание в исправном состоянии устройств тепловой автоматики и измерений – основные задачи цеха тепловой автоматики и измерений. Будни работников цеха ТАИ, как и других цехов, проводят в ежедневной напряженной работе. Современные энергоблоки, которыми оснащена наша станция, является достаточно мощным и сложным оборудованием и оснащены множеством датчиков, устройств, приборов, измеряющих самые различные теплотехнические параметры. Это температура, расход вещества, уровни в сосудах, в емкостях, перемещение различных элементов, вибрация подшипников, вибрация корпусов, состав, газов, выбросы в атмосферу, например. Теперь даже такие простейшие и, скажем, может быть, несложные устройства, как откачка дренажных ввод на нижних отметках главного корпуса, то есть все измерения неэлектрического характера – это оборудование нашего цеха. Работа ответственная и непростая, но от работ этого цеха зависит весь процесс выработки электроэнергии. Отвечают работники этого подразделения и за устройство технологических защит. Например, седьмой энергоблок оснащен вычислительной машиной. Силами персонала цеха эта машина до сих пор находится в работоспособном состоянии. Владимир Кирсанов работает на станции 48 лет и оборудование знает, как свои пять пальцев. Конечно, приходится учиться, так как идет постоянное техническое перевооружение. Свой опыт он передает более молодым работникам. А вот электротехническое оборудование находится в ведении электрического цеха. Работники этого цеха задействованы на всех этапах выработки электроэнергии. Электротехническое оборудование есть везде. Электрический цех является одним из основных цехов на станции. Занимается эксплуатацией и ремонтом всего электротехнического оборудования, которое установлено на Назаровской ГРС. Сюда входит и чисто электрическое оборудование, это оборудование под станции, РУС-3020, 500 кВт, претензационного узла, генераторы, ну и прочее, которое конкретно закреплено за электрическим цехом. Кроме того, мы обслуживаем электрооборудование, которое расположено в других цехах. Крупному предприятию сложно было бы представить работу без оперативной связи. Связь между цехами – это телефонная связь, технологическая и оперативная – обеспечивает специальная служба. Мы передаем параметры, электрические параметры станции с помощью аппаратуры, средств сбора и передачи информации вплоть до Москвы. То есть на оперативные минимосхемы нам передают эти сигналы, мы их обрабатываем и передаем по нашим каналам связи, по нашей аппаратуре. Назаровская ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электрической энергии на рынок. Станция находится на пересечении магистральных электрических сетей. Через территорию станции проходит ЛЭП 500 кВ, передающая электроэнергию в Красноярск и города края Ачинск, Ужур, Лиссосибирск, а также в соседние регионы Кузбасс, Республику Хакасию и Республику Тыву. Кроме того, ГРЭС обеспечивает теплом промышленные и сельскохозяйственные предприятия, предприятия социальной сферы и жилые дома города Назарова. Транспортировкой и сбытом тепловой энергией занимаются специальные подразделения. Два подразделения – это цех по обслуживанию тепловых сетей и второй отдел реализации тепловой энергии. То есть эти два подразделения между собой тесно связаны. Задача цеха – это бесперебойное надежное снабжение города теплом, это отсутствие аварийных ситуаций на тепловых сетях. Задача отдела – заключение договоров и своевременное получение денежных средств за потребленную тепловую энергию. И те, и другие коллективы, они сформировались давно. Скажем так, в основном это люди, которые работают более 10 лет. Для обоих коллективов горячая пора – круглый год. Отдел реализации в течение всего года работает с абонентами. Бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергии в городе Назарова, поселке Бор и поселке Строителей – основная задача цеха по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых сетей. Летом цех готовится к отопительному сезону. Зимой в случае необходимости устраняет повреждения. Оставить город без тепла нельзя. Поэтому подготовка должна быть качественной. Оценку работы этих людей дает зима. На Назаровской ГРЭС существуют подразделения, которые не являются технологическими звеньями сложного процесса рождения тепла и электроэнергии из угля и воды. Но без них этот процесс невозможен. На территории станции заметно преображение. К юбилею готовится вся ГРЭС. Идет ремонт помещений, которым занимается подрядная организация СИП «Энергоремонт» и специальный цех по техническому обслуживанию инженерных сетей, зданий и сооружений станции. В соответствии с названием инженерные сети – это пожарный водопровод, питьевой водопровод, канализация и тепловые сети на территории Назаровской ГРЭС. Также в структуру цеха входит строительная бригада, занимается ремонтом и обслуживанием зданий и помещений. Также у нас бригада крановщиков, 20 крановщиков и бригада по обслуживанию грузоподъемных люфонизмов. Это краны и лифты. 31 объект на территории станции. Кроме этого мы курируем деятельность на территории станции по благоустройству и на территории станции центр, в котором работники нашего предприятия могут в свободное после работы время отдохнуть, поплавать в бассейне, поиграть в настольный теннис, бильярд. Это у нас лучший бассейн в этом городе. Мы имеем возможность проводить здесь свои соревнования, ну и люди отдыхать. Кстати, спорту и здоровому образу жизни на станции уделяют особое внимание. Здесь для этого созданы все условия. На станции проводятся соревнования среди цехов, в котором принимают участие как мужчины, так и женщины. С первых дней существования станции в центре внимания руководства были люди, друженики Назаровской ГРЭС, отдающие большую часть жизни работе. Создание комфортных условий для них – приоритетная задача. Внимание уделяется не только спортивному образу жизни работников станции. Заботятся на ГРЭС и о здоровье энергетиков. На территории расположен здравпункт. Здравпункт Назаровской ГРЭС – это ровесник станции. Первые приказы по открытию здравпункта от 1961 года. И работает он уже также 50 лет. По основной задаче – это оздоровление работников станции. Здравпункт работает круглосуточно. Поэтому круглые сутки дежурный фельдшер может оказать неотложную помощь. Может не только неотложную помощь, но дать совет, просто померить давление. Мы участвуем в подготовке и проведении профосмотров. Мы участвуем и проводим учебу персонала станции по оказанию неотложной помощи. Восемь женщин следят за здоровьем работников станции. Здесь проходит предрейсовый осмотр. Можно получить физиолечение, пройти ЭКГ. Все женщины имеют высшую категорию. Я еще очень хочу поздравить весь коллектив энергетиков. И особенно обратить внимание и вспомнить о тех, что наряду со здравпунктом поддерживало здоровье работников станции. Это санаторий профилакторий, который начал работать с 1965 года и передан городу в 2004 году. То есть почти 40 лет. И всех работников профилакторий, и вообще, как называлась сфера социальная, которая выведена теперь из состава ГРЭС. Мне тоже очень хочется, чтобы вот и о них вспомнили, потому что они, конечно, вносили немалую лепту в том, чтобы люди были здоровыми и счастливыми. На ГРЭС уделяют внимание не только тем, кто сегодня работает. Слова благодарности при каждом удобном случае говорят ветеранам станции, тем, кто строил ГРЭС и с первых дней здесь работал. Ветеранское движение здесь поддерживается руководством предприятия. Создано движение было в 1985 году. За время существования сменился не один руководитель, но движение никогда не прекращало свою работу. С 2008 года его возглавляет Надежда Голощапова. У нас задача поддерживать, помогать людям, заботиться и отслеживая жизненную ситуацию каждого человека в организации. Численность этой организации в разное время была разной. Начиналась она со 100 человек, дошла до 1000. На сегодняшний день, на июль месяц, 756 человек. В год где-то мы теряем в своих рядах от 30 до 40 человек ежегодно. По возрасту, по действиям, по состоянию здоровья. Встречаются ветераны ежемесячно, обсуждают юбилейные даты, готовятся к мероприятиям. Ежегодно в мае, в День Победы, собирают ветеранов войны, тех, кто работал на ГРЭС, участвуют в параде, поздравляют именинников, выступают на концертах, которые проводятся в культурно-досуговом объединении «Энергетик». В общем, ведут активную жизнь на пенсии. И во всем им помогает руководство станции. Мы работаем в тесном контакте с администрацией станции. Я что хотела сказать. Во-первых, все, буквально, директора, без исключения, начиная с Анатолия Андреевича Ситникова, и завершая уже последним этапом Виталием Федоровичем Палкиным, он вообще был ответственный, наверное, за работу нашей ветеранской организации. Так нежно и трепетно он к нам относится. И большую работу сейчас проводит Елена Ивановна Семенюк. И хочется большое-большое спасибо сказать. При такой поддержке мы себя брошенными не ощущаем. Назаровская ГРЭС заботится не только о своих работниках и ветеранах предприятия. Ежегодно оказывается помощь и городу Назарова. В частности, выделяются средства для нужд культуры, образования и медицины. Администрация города сегодня активно взаимодействует с руководством Назаровской ГРЭС. Хочу выразить слова благодарности в адрес руководителей Назаровской ГРЭС всего трудового коллектива за их действительно благородную, тяжелую, но очень полезную и нужную работу для жителей города Назарова и в целом для нашего могучего Красноярского края. Работники Назаровской ГРЭС являются активными участниками реализации социально важных проектов в городе Назарова. Они участвуют и в культурно-массовых мероприятиях, вкладывают средства в отрасль культуру города Назарова. И вообще это очень хорошее предприятие, которое может гордиться своим трудовым коллективом, своими хорошими традициями. Я считаю, что в наших условиях реального сектора экономики это предприятие стабильно работающее и имеет хорошую перспективу. В этом году выделены средства на ремонт культурно-досугового объединения «Энергетик». Ежегодно оказывается помощь Назаровской ЦРБ. ГРЭС – единственное предприятие, которое ежегодно вкладывает средства в обновление техники и мебели в отделениях ЦРБ. Взаимоотношения с Назаровской ГРЭС у нас как бы складываются, наверное, уже давно, в том плане, что неоднократно Назаровская ЦРБ получала благотворительную помощь, значит, по отделениям ЦРБ. В частности, значит, было приобретено оборудование в поселок Бор, диагностическое оборудование. УЗИ-аппарат был приобретен, который на сегодняшний день работает, и с помощью этого аппарата мы имеем возможность жителям нашего города делать диагностические процедуры. Также была оказана помощь детскому отделению в приобретении мебели, медицинского оборудования. То есть практически ежегодно какие-то средства Назаровская ГРЭС выделяет для нашей больницы, для того, чтобы мы приобретали какие-то медицинские аппараты, медицинское оборудование, мебель. Юбилейный год, по признанию директора Виталия Палкина, такой же ответственный, как и все предыдущие годы. Ведь выработка электроэнергии – процесс постоянный. Со своей главной задачей – бесперебойное снабжение потребителей электроэнергии и теплом – энергетики справляются достойно. Естественно, груз ответственности, что 9 ноября исполняется 50 лет со дня пуска первой турбины, накладывала на весь коллектив, ну и на руководство в целом. Если взять меня, конечно, мне сложно в каком плане. То есть я второй год как являюсь директором Назаровской ГРЭС, и поэтому, ну, будем говорить, это проверка на, будем говорить, на мою работоспособность. Что хочется отметить? Что все, что мы наметили, в принципе, выполняется. Лучшего подарка на день рождения, чем исполнение всех планов, всего задуманного нет. А на станции в этом году выполнены большие объемы работы. В апреле этого года на Назаровской ГРЭС приступили к активной фазе реализации инвестпроекта по техническому перевооружению энергоблока номер 7. Его установленная мощность будет увеличена. Блоку дается вторая жизнь. Здесь изменили технологию сжигания угля. Теперь на станции не будут пользоваться Бородинским углем. Полностью перейдут на угли Назаровского разреза. А это значит, будет работа для Назаровских горняков. Экономическая ситуация в городе будет более стабильной. 50 лет для станции – это две эпохи. Это две эпохи. Это, конечно же, с одной стороны, вроде бы для самой станции немного, а для непосредственно людей – это величина. Я вам скажу, что три поколения уже практически прошло через станции. У нас есть десятки династий, которые непосредственно родились на нашей станции. Это, так, навскидку, будем говорить, династия Цепковых, это династия Тимкина, это династия Шелкуновых, это династия Басенко, ну и многие-многие другие династии. То есть это прекрасно, это прекрасно, что непосредственно дети и внуки приходят на станции и продолжают труд своих дедов и отцов. Это прекрасно. Много или мало 50 лет для Назаровской ГРЭС – вопрос риторический. Казалось бы, прошло полвека, а люди, которые проработали на станции десятилетия, помнят день своего прихода на станцию, вспоминают пуски энергоплоков и многие другие приятные моменты, связанные с работой на станции. Я хотел бы этому уникальному коллективу пожелать, прежде всего, успехов в их работе, в их достижении, сохранении тех добрых традиций. Безусловно, работа очень тяжелая и она требует определенной поддержки всех семей, которые работают в этом коллективе. Я считаю, если работник трудится на этом предприятии, безусловно, у него должен быть надежный тыл. Человек устает на работе, приходит домой, хорошее семейное благополучие. Душевное спокойствие. И думаю, что коллективу надо пожелать здоровья, благополучия, хорошего материального вознаграждения, развития производства и стабильности для всех делах и начинаний. Поэтому с праздником, уважаемые наши энергетики! В преддверии юбилея я хотел бы поздравить весь коллектив Назаровской Агресс с этим прекрасным праздником. Мне приятно осознавать, что я работаю на Назаровской Агресс вот в такое прекрасное время. Хотелось бы, чтобы у всех членов нашего коллектива было всегда прекрасное настроение, чтобы они с удовольствием ехали на работу, ну и чтобы дома их всегда ждала семья, чтобы у нас все, что мы задумываем, получалось, а у нас это получится, потому что у нас прекрасный профессиональный коллектив. Особые слова благодарности мне бы хотелось сказать нашим ветеранам, которые всю жизнь посвятили Назаровской Агресс, отдали силы, здоровье, передали свой богатый опыт подрастающему поколению. Я поздравил весь коллектив работников Назаровской Агресс и ветеранов с праздником. Желаю всем здоровья, удачи, успехов и семейного благополучия. И знаете, мы горды своей судьбой Даем тепло и свет отличную работой Любые дни и даже выходной Проходят годы, мы, друзья, стареем Огонь сердец, как юности горит Огонь души, подобно Прометею Мы будем людям радостью горит Мы энергетики, у нас одна забота И знайте, мы горды своей судьбой Даем тепло и свет отличную работой Любые дни и даже выходной Мы энергетики, у нас одна забота И знайте, мы горды своей судьбой Даем тепло и свет отличную работой Любые дни и даже выходной Мы энергетики, у нас одна забота И знайте, мы горды своей судьбой Даем тепло и свет отличную работой Любые дни и даже выходной Мы энергетики, у нас одна забота И знайте, мы горды своей судьбой Даем тепло и свет отличную работой Любые дни и даже выходной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!